МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новосвятая служба информации телерадиокомпании Гомель. У студии працу Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Выкористать каждый погодливый день. Хлеборобы убрали пятую частку с Божьего Клина. Хойницкий район. В очима японских журналистов. Компания NHK приступила до сдымок телевизийного фильма. Хлубка смачно, весело. У Гомеля прошел первый гастрономичный фестиваль. Выходные по-динамовски. Больше как полторы тысячи удельников собрало спортивно-массовое свято. Здоровье – 2017. Наближается спякота. На этом тыдне по ветру прогреется до плюс 36. У ближайшие 15 филин. Про это и иншее больше подробностно. Пятая частка с Божьего Клина убрана в Гомельской области. Хлебы скошены на 22% посямных площадь. Господарки нашего региона намолотили больше за 230 тысяч тонн с Божьего при средней урожайности коля 28 центнеров с гектара. До экватора работ ближе за всех подошли в Решицком районе. Зараз тут и самый великий намолот – маль 50 тысяч тонн. И самая высокая урожайность – 33,5 центнеры с гектара. Тым часом огульно-республиканский каравай вважит сегодня маль 650 тысяч тонн. Украина выбирая Гомсельмаш. У Киеве прошел белорусско-украинский бизнес-форум. Его выником стало подписание контрактов на сумму больше за 45 миллионов долларов. У приватности заключен договор на поставку в соседнюю краину машинокомплектов зернеуборочных комбайнов серые по лесу GS. Как означали на Гомсельмаш, рынок Украины сегодня вельми важный для предприемства. Наприклад, в минулом году объемы продажи в соседнюю краину повеличились больше, чем вдвоя. Японская державная телевизионная компания NHK мает намерить фильм об ситуации на территории Беларуси, которые потерпели в вынику Чарнобильской катастрофы. Непосредственно на Гомельщине снимки будут проходить в Хойнинском районе. Наши корреспонденты подчеркнулись под обязанностями. Только в лепени это уже третий визит делегации Японии в Гомельскую область. После аварии на станции Фукусима в 2011 году интерес простойников этой краины до Беларуси значимый взрослый. Гостей цікавить усе. Проводимая работа по реабилитации потерпелых территорий, допомога мясцовому насильниству и уплыв радиации на здоровье людей, особливо неполнолетних. У Мивы Судзуки две дачки, а тому в этот момент я цікавить особливо. Я приехал сюда, чтобы познакомиться лично с людьми, познакомиться с теми ситуациями, какие есть 30 лет спустя у мам, у родителей. Члены семьи Судзуки с префектуры Фукусима станут главными героями фильма. По сценарии они будут сустракаться с жихарами потерпелых территорий. Увогу листушки об наступствах чернобыльской катастрофы представники Японии уже сдымали. Але на этот раз они поспробуют рассказать об ситуации у Хойницком районе про суражение завершенных людей. Гэта, як чакается, да поможа самим японцам перадолись такую з'яву, як радиофобия. Мы приехали сюда посмотреть, как обстоят дела спустя 31 год аналогичной аварии, как живут люди и, может быть, найти подсказки, как проходил процесс преодоления этих беспокойств, возвращения к нормальной жизни, найти подсказки, чтобы этот быстрее процесс прошел там, на Фукусиме. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». Гомельская пограничная группа рыхтуется до своего 20-ти годзе. Як чакается, основные урочистости пройдут 30-го жнивня. Правда, на службе подрыхтовка не отбивается. Усе подразделения живут по затверженным раскладе. Олег Сентюров наведал некольких пограничных застав на белорусско-украинской мяжи. Житие на заставе ведьме уже разностайно назвать тяжко, а ей сумывать тут часу нема. Учебные занятки проходят каждый день. Причем их тематика самая розная. За полтора года солдат повинен оболодать основами следопытства, доведаться про особливость сидений у разведывальных групп и пройти курс психологичных занятков. Правда, не глядя на загруженность, час надпочинок так само никто не отменял. Тем больше, что умовы для гэтгазу семья дрянные. Многие подразделения находятся у будинках былых школ и детских садов. Заставы формировались на базе бывших школ, детских садов. В их реконструкции и обустройстве принимало активное участие руководство Гомельского областного исполнительного комитета, потому что необходимо было в кратчайшие сроки сделать ремонт, для того чтобы туда могли приехать полноценные подразделения. Две заставы, одна уже сфункционирует, вторая в этом году будет у нас водиться. Это уникальные заставы, которые дислокируются на воде. Непосредственно дислокация заставы. Это реконструированные бронвахты. Застава к бою! Учебная гэта тревога тесоправдная, пограничник не ведая Николи. Тренировки на заставе проходят постоянно. На гэтый раз отпрацовываются деяния по обороне заставы. По легенде, мясовый джихар вырошел набрать палево с пограничной техники, для чего незаконный перейдет с просохороджу, оснащенную до речи неколькими ступенями обороны. Покой для заховывания сброи. Литерально за пару секунд солдат повинен отрывать тут таску, автомат и два магазина с патронами. И еще просто некольких секунд заставы будут готовы до ведения бою. Для выконания команды до бою часовых норматов у нема. Лепрос одну хвилину у себя будут на своих местах. Можно на эту форму полностью не опрынать. Головное подпехово выконать поставленную задачу. Стой пограничный наряд! Стой, привет! Проба незаконна трапить на территорию заставы. По успехам николи не завершается. Умовный порушальник затриманный на гетерас. Правда, в реальности местовые жихары таких спроб у вуголе не предпринимают. 20 годов тому, коли на белорусско-украинске мяжи заявились первые военнослужащие, вязковцы часто не могли заразуметь метазгодность их знаходжения. Пограничников тут не было николи. Зараз ситуация совсем иншая. Отношения к пограничникам у местного населения достаточно положительные. Помогают в случае обнаружения неизвестных всегда отзваниваться. Облегчая нам тем самым работу. Олег Сентяров, Валерий Копанько, Телеградовая компания «Гомель», Белорусско-Украинская граница. В Рогачевском районе на пожары загинул 38-годовый мужчина. Пожар отбился у вёсцы Лучины в приватном доме. Вратовальники отримали поведомление об узгорании жилой побудовы о другой године ночи. По прибытии вратовальников до месяца выклику, дравляный жилый дом был полностью охоплены огнем. Господы недомолодания, пенсионерки на момент возникнения пожара в доме не было. При проведении работ по разборце будовнических конструкций на подлозе у жилым покои был знайденный труп я и сына. Причина пожара высветляется. Одна из махчимых версий – неосторожный обыход же не за огнем. Обставины здоровья высветляет оперативно следующая группа. Коля Гомельского областного музея военной славы в неодельную ранницу было шматлюдно. Тут собрались представники одразу трех поколений мароков. Кообразом поднять у неба флаху гонор дня военно-морского флота. И еще до початка урочистой частки свято отбылось шмат хвалюющих крональных моментов. На открытой плясовце музея уже около 10-ти годов в этот день сбираются старые сябры. Люди, о которых связало морское минулое. Разглядают потертые черно-белые фотосдымки и переносятся успоминами у те часы, коли перед позерком кожного распростирались морские дали. Под час урочистого построения узгадывали историчные этапы формирования военно-морского флота и выказывали щирые слова подяки. Семья мароков за поддержку. Кировничество областного объединения Белорусского союза военных мароков за мягчимость быть в этой святой разом. До речи в опошний час в райцентрах начали активно утворяться аналогичные объединения. Особливый гонор – Добружская, якая за опошний год выросла у двоя – с 44 до 88 человек. Нашей организации более уже 22 лет. То есть мы уже в следующем году будем справлять 23 года. И здесь представлены все флота – Тихоокеанский, Балтийский, Черноморский, Каспийская флотилия. Здесь все представлены флота – надводники, подводники, все виды. Есть морские пехотинцы, есть даже береговые части. Тысячи гостей собрались в неотделе у Гомеля на плясовце по баш-циркам на первый у в области гастрофестиваля. Своё кулинарное мастерство в приготовлении худкой и смачной ежи демонстровали повары замаль 20 кафе и ресторанов. Были открыты эдукационные, забавляльные зоны и навод в улице ромесников. Мероприемство прошло с размахом и с подзяванием, что сё лето и оно не опошнее. Как со светной традицией в уличной ежи восприняли гамельчане, доведались наши корреспонденты. Пахмурная на двор еранница и у неделю лец не пероошкодила святочным планам. Организаторы хвалявалися, что гостей на свято сберется не шмат. Але якраз о поудне перед стартом фестивалю хмары покинули небо и уже до самого конца дня з'яго не сходило солнце. Які усмешки, что не покидали вусны гамельчан, які пришли на уникальное свято. Причим многие доведались об їм і дякуються журналистам нашей телерадиокампании. Привели сюди людей, приглашали столь активно, с вашей помощью, для того, щоб познакомить гамельчан з заведеннями, які у нас є, з той вкусной едой, которую готовят наші заведення. А ведь многие із них открылись буквально в последній год, ну или два года. І зробити эту площадку, этот фестиваль, платформа, для того, щоб познакомить гамельчан не тільки з новими заведеннями, но і з новим форматом отдыха. Поэтому здесь столька зон отдыха, столька различных активностей для каждого возраста, для каждой групи населения, для каждого поколення. На самой справі такого масштабного мероприємства, не зв'язаного з традиційными святочными датами, у нашим календаре город я ще не бачил. Высвятилася, що сярод гамельчан вельми шмат прихильніка ухудка ежи. Каже, що гэта танна і смачна. І зразумела, экономить час. По статисті це кожний третій жахар планеты, що день харчується вулична ежа. Ход кі темп життя диктує своє правилы. Тому стритфуд набирає популярність ва усім світе. А коли людям пропонувати не тільки комплексну ежу, але й комплексний відпочинок, занять, одуковать, порадоваць доброй музикой. Організатори марат, що такі святы можна буде заробіць регулярними. І глядячи на задоволеных гостей свята, можна не сумніваць, що так і буде. Нам дуже подобається, ми прийшли сюди з дітьми, віддіхаємо, весело. Впочатку дуже хороші, нам дуже подобається, багато людей приємно. Любим вкусну еду, багато скоплення людей хороших. В інтернеті увиділи статью, що сьогодні проходит, рішили посмотреть. Много людей дуже радують, що в Гомеле не безразлична, і приходять і дивіться, що-то нове, що-то інтересне. Марина Джалая, Олесі Рудзянкова, Павел Антонов, телерадиокампанія «Гомель». Отпочинок по-динамовськи більше як полторы тысячи удельників собрало спортивно-масове свято «Здоров'я-2017». Мероприємство «Другий годзап» проладзіться под егідой обласної організаційної структуры фізкультурно-спортивного товариства «Динамо». Веселі баталії проходили на спортивних пляцовках Ліцея МНС в аурочище «Баровая». Подробязність спортивного свято в наступному репортажу. У минулому годзі, коли спортивное свято, отбылось у першиню, у делу їм проняли калі 900 чоловік. Водгуки були станочі, і сюди та на споборництву вышли більше як полторы тысячи удельників. За перамагу змагаліся команды усіх 14 правооховних ведомствів, які у входзіть у составу спорттовариства «Динамо», а так само дружин і партнерів свято. Організатори постараліся здивіть кулькостю і оригінальністю споборництву. Удельники так само подрихтоваліся. Надеємся тільки на побіду. Ми будемо участвувати во всіх конкурсних соревнованнях. Я думаю, побіда не пройдет мимо. Після урочистого відкриття і показальних выступлень у супрацівників «Амапу», МНС і Департамент Аховы стартовала споборництвя программа. Першому списі був конкурс «Забі цвік». Свої здійності тут демонстрували начальники ведомствів і їх наместники. Лепший час показала команда «Амапу». Над рухим місцем керівник військової частки 55-25. На третьому управлінні Департаменту виконання покаранів. Далі у сих собрала пляцовка, де проходила естафета. Самими спритними були супрацівники «Мытні». Яны худші за усіх переодоліли усі п'ять етапів. Оказалося, що приїхали яны підрихтованами і у своїй перамозі не сумнівалися. Отличне мероприятие. Ми тим більше тільки що вернулись з республіканського туристического сліта. Там тоже себя хорошо проявили. Я думаю, атмосфера у нас сохранилась. Ми її з собою привезли. Здесь її приумножимо. І будемо все отлично проводити время. Дитячія Десятибор'я, перетягування «Ліна», розпиловка і штурханні бірвінняв, кідання валінків і яек, стрільба з пневматичной винтовки і шмат інших. Прикласти свої сили і уміння булоді. Борозьба кипела на усіх пляцівках. Дух суперництва не тільки не пирожка джау, але надворот сприяв створенню сябровської атмосферы. А це і було одне із халовних «Мытсвята». Другий год запор, семейно-спортивне свято здоров'я, про двоєчокання організаторів і удільників. А це значить, що нова зустріча відбудеться обов'язково і буде не менш цікавою. Максим Савінг, Анна Ковалєва, Ігор Марышченко, телерадиокампанія «Гомель». Наближається спякота. За цього на ближайші два дні метеорологи об'явили Україні оранжеву зровінь небезпеки. По інформації обласного гідромедцентра, завтра у Гомельській області буде ясно без опадков. Поветро в день прогреється до плюс 34 градусів. Опадков не чекається. І другого жінюня. При цьому слубки термометра, у ніяких районах в області, поднімутся до плюс 36. Парави ветру можуть досягать 14 метров за секунду. В четверх тоє толькі невіалікі зніження до плюс 31-го і пірамінну в облачності з опадками. Махчымы на вольнице. Яны чекаються і в п'ятницю, і в суботу. А вось у неделю на вольничні хмары отступять. Поветро прогреється до плюс 33-х. Гэта інші новини ви можете знайзти на нашім сайте в інтернете по адресі www.твергоміл.by. Далі і в ефір і спарты у нагляд. З новинами спорту вас познайоміць Максим Савін. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова